45-летнюю Свердловчанку, спровоцировавшую дорожную аварию, в которой погиб человек, признали виновной в нарушении ПДД и наказали одним годом лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. Оксана Обвинцева не считает, что она единственная виновница трагедии. Смертельная авария произошла еще 14 сентября 2018 года вблизи села Покровского Артемовского района Свердловской области. В то время работающая заведующей детским садом в поселке Буланаш, Оксана по просьбе мужа выехала за ним на трассу Невьянск-Реш-Артемовский-Келачевская, где должна была взять его и отвезти в город за запчастями к сломанному автомобилю. Увидев супруга, женщина, управлявшая Тойотой RAV4, притормозила и включила левый поворотник. А когда начала поворачивать, в ее машину врезался BMW 320, совершавший обгон по встречной полосе. От удара немецкий седан отбросила в сторону стоявшего на парковке и груженного кирпичом МАЗа, а в первую очередь на водителя этого грузовика 59-летнего Вячеслава Ефимова, который от полученных ранений скончался на месте. Расследование этого ДТП заняло почти год и еще год ушел на рассмотрение этого дела сначала в Артемовском городском, а затем в Свердловском областном судах. И действительно, нюансов в определении виновности участников этой аварии возникло немало. Как рассказала сама Оксана порталу Е1, она действительно поворачивала налево через сплошную разделительную линию, но только потому, что за 100 метров до своего маневра увидела знак, указывающий на окончание зоны, где обгон запрещен. Женщина включила левый поворотник и стала притормаживать, из-за чего за ее машиной скопилось еще несколько машин. Водитель одной из них, УАЗа Патриот, решил объехать Тойоту справа, по обочине. А вот 20-летний рулевой БМВ Максим Гладких, имевший к моменту аварии всего 5 месяцев водительского стажа, начал обгонять по встречке. Вот что рассказал Максим на суде. По словам парня, он ехал в сторону Режа и догнал колонну из автомобилей. Снизил скорость и некоторое время двигался за паровозиком. Затем он увидел знак, обозначающий конец зоны запрета обгона и решил опередить колонну. Убедившись, что встречки нет, Гладких пошел на обгон. При этом Максим заявил, что во время опережения попутных машин ускорился не более чем до 90 км в час. Два автомобиля он благополучно обогнал, а в Тойоту врезался, потому что она вдруг резко повернула прямо перед его капотом. После этого, по словам Максима, он отключился, поскольку последовал сильнейший удар в грузовик. Парня спасли подушки безопасности. Выступая на суде в качестве обвиняемой, Оксана Обвинцева рассказала, что перед началом поворота она посмотрела в зеркало заднего вида и никакой обгонявшей ее машины там не увидела. Однако специалисты, проводившие техническую экспертизу, на основе записи ее видеорегистратора пришли к иному выводу. По видеотехнической экспертизе было установлено, что Тойота Обвинцева перед аварией ехала со скоростью 72,7 км в час, а от момента начала поворота до удара прошло всего 2,1 секунды. Эксперт посчитал, что видимость на данном участке дороги составляла не менее 288 метров. Исходя из этих цифр, было подсчитано, что БМВ Гладких непосредственно перед аварией было расположено совсем близко от Тойоты и находилось в зоне видимости зеркал кроссовера. Специалисты также привели пример, что если бы БМВ была за пределами видимости Обвинцевой, женщина настаивала, что не видела иномарку, то легковушка должна была бы проехать 288-метровый участок всего за пару секунд, то есть со скоростью более 490 км в час. А силить такой разгон серийному немецкому седану, очевидно, было не под силу. То, что водитель БМВ начал маневр обгона раньше, чем водительница Тойоты левый поворот, подтвердили и свидетели аварии. А значит, по мнению судьи, вина в случившемся лежит только на женщине, не убедившейся в безопасности перед началом поворота. Впрочем, за Обвинцеву вступился другой свидетель, водитель УАЗа Патриот, который обошел Тойоту справа. Он, по его словам, размышляя, как объехать препятствия, также посмотрел в левое зеркало заднего вида и также не увидел в нем никакого БМВ, совершавшего обгон. Однако судья счел эти разночтения в показаниях свидетелей неубедительными. Выслушав обвинительный приговор в Артемовском суде за тем его подтверждением в областном, куда Оксана направила апелляцию, Обвинцева все же осталась при мнении, что вина в гибели водителя грузовика обоюдная, как ее, так и водителя БМВ. Также у нее есть вопросы к следователям, которые, по ее мнению, плохо справились со своим делом, пишет портал Е1. Так Оксана недоумевает, почему молодому гонщику поверили на слово, что скорость его машины не превышала 90 км в час. По ее мнению, она была не меньше 140 км в час. На стадии следствия Максим Гладких признавал, что начал обгон еще до знака, отменяющего запрет такого маневра. Однако суд это признание почему-то не учел. Также Оксана спрашивает, почему на справке об отсутствии опьянения водителя БМВ нет печати больницы. И почему такой анализ был сделан только в половине третьего пополудня в Екатеринбурге, тогда как ДТП произошло в 8.20 утра под Артемовским. Ну и большой вопрос у женщины к эксперту, составлявшему схему ДТП, в которой место нахождения ее машины было обозначено уже после столкновения, а не до него. Это, по мнению Обвинцевой, сыграло свою роль при определении, кто же первый начал свой маневр – она или БМВ. Несмотря на то, что уже два суда признали ее единственной виновной в этом столкновении, Оксана намерена продолжить отстаивать свою точку зрения. Ведь помимо одного года колонии-поселения, суд обязал ее единолично выплатить семье погибшего реживлянина Вячеслава Ефимова полмиллиона рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.